всем здравствуйте сейчас мы с вами посмотрим ответ на такой вопрос что женщина думает о вас что она вас сейчас думает четыре позиции что женщина думает о вас первая позиция женщина думает о том что вы такой сексуально привлекательный такой активный такой деятельный и у нее прям желание есть она очень хочет вас в интимном плане она об этом думает вот так она думает об этом о том что вы классный классно занимайтесь сексом что вы такой привлекательный она очень очень хотела бы с вами близости так она вас думает она еще думает о вас она она думает что она как-то разочарована что я сейчас очень тяжело она хотела бы как-то по-новому с вами общаться но не знает как это сделать но как-то по хитренькому хотела бы общаться с вами по-новому да но не знает как это сделать так не знает как это сделать и она боится она сама боится проявить активность почему-то не знаю почему она боится проявить активность она думает, что все дело в случае, она боится проявить активность, вы ей сексуально привлекательны, но она как-то по-другому хочет с вами начать, по-новому но она боится проявляться, она боится проявиться и показать, что вы ей нравитесь в этом плане, и она думает, как повернется судьба так, чтобы повернулась так, чтобы вы были вместе чтобы вы там как-то по-серьезному к ней относились чтобы она для вас была желанная женщина, чтобы вы ее тоже желали, вот она не знает, как это сделать какие у нее мысли вторая позиция, что она думает о вас она думает, так, здесь может быть несколько вариантов, она, во-первых, она может думать, что у вас есть жена то есть вы женатый человек несвободный человек или она может думать еще о том что она для вас могла бы стать вашей женщиной, которая была бы для вас дорога, которая бы готовила вам вкусняшки и домашним ее создавала вот, что она еще думает о вас она расстроена, почему вы к ней не приезжаете она очень хотела бы встретиться она этим расстроена у нее даже как-то сердце разбито, она устала вас ждать она уже так долго вас ждет что она уже устала она уже даже уже и ждать устала, кстати, она вас долго ждет, она хочет она думает насчет вас, что вы приехали, но вы не приезжаете да, и она уже хочет это так долго длиться и это так развивает те сердца, ну и возможно то, что вы еще не свободны и она хочет закончить эти отношения просто ей хочется все закончить и все да, она хочет разрушить эти отношения, она к вам испытывает сексуальную зависимость, да, вы ей нравитесь привлекательной, она хочет от этого избавиться об этом она думает она хочет избавиться от этой зависимости от ожидания вас не хочет уже вас ждать третья позиция что она о вас думает ну здесь вспыхнули какие-то старые чувства возможно вы раньше вместе общались возможно вы кричались или еще что-то какие-то чувства поднялись которые в прошлом, да, в прошлом все было разрушено у нее разочарование было, да и у нее было разбито сердце она ничего сделать не могла она очень разочарована была кстати, возможно это вы разбили ей сердце в прошлом она может быть думает об этом то, что вы разбили ей сердце и она разочарована очень поэтому она так думает о вас она ощущает себя жертвой, понимаете она ощущает себя жертвой то, что она сделать ничего не может И тут она даже, возможно, не хочет с вами общаться, не хочет, не хочет с вами бороться. Она будет отстаивать свои позиции, даже если у нее чувства какие-то есть, это все воспоминания из прошлого, и не факт, что это положительные ощущения. Возможно, она еще думает, что вы эгоисты, разбили ей сердце, и возможно, вы разбили ей сердце, потому что у вас кто-то есть, то есть она вторая ваша женщина, а не первая, вы выбрали не ее. Здесь что она думает о вас? Здесь она может думать, что у вас кто-то есть, она может думать, что у вас есть женщина, девушка, Возможно, у вас есть жена, или, возможно, у вас есть, ну да, такая женщина властная, серьезная, которая думает головой знать, чего она хочет. Что она думает о вас? Она думает, что вы, как-то вам, что вам, в общем, не достает вас. Здесь несколько вариантов может быть. То ли ей не хватает вас, потому что вы ушли. Продолжаем, извините, батарейка села. Здесь она думает, или не хватает ей вас, да, не хватает, и она хочет вас сберечь. Или о том, что у вас разные взгляды, но все-таки она хотела бы быть с вами вместе. Или она еще думает о том, что вы уехали как-то резко, да, расстались, и теперь ей не хватает вас. У нее как-то-то все по пентаклям. Она бы хотела... Здесь что-то непонятное. Здесь как-то вы ушли, вы ушли резко, и ушли в себя как-то, вот вы как отшельник. Удалились. Ушли. Ну, она как-то здесь хочет пойти в новое, в новую работу, научиться новой работе, как-то, чтобы выйти в стабильность, в гармонию. Ну, насчет вас у нее большие страхи, конечно. И то, что страхи такие, что вы уйдете, что вы ее оставите, что вы не выберете семью, потому что, возможно, вы тут уже уходили, вы ее чего-то лишили, ей теперь этого не хватает. И она боится, что вы все-таки не выберете семью. Она хочет, она хочет новому учиться, она хочет как-то вот что-то поменять, но боится. У нее очень большие страхи, потому что как тут как будто вы уже ушли, вы уже уходили от нее. Она боится, что вы приедете. У вас был неравнозначный обмен. То есть, или она много давала, а вы ничего не давали, только пользовались, или наоборот. Как-то тут неравнозначно было, ну, что-то здесь не было правильно. И здесь, скорее всего, вы ушли. Она боится, что если вы придете, то опять начнется то же самое. Вот об этом она думает. Как-то вот она настроена категорично. Все уже, все вот, как вот я сказала, так и должно быть. И больше никак, потому что она уже думает головой. Вот. Потому что было очень тяжело. Спасибо же, что вы посмотрели. Спасибо за расклад. Подписывайтесь, ставьте лайки. И всем пока!